Президентский выговор Касым Жомар Тукаев наказал министра обороны Нурлана Ермикбаева за взрывы, которые прогремели в июне на военном складе в Арысе. Погибли люди, сотни домов оказались разрушенными. Глава государства потребовал привлечь к ответственности всех виновных и завершить расследование до 10 августа. Дмитрий Барбыш расскажет подробности. Я как верховный главнокомандующий выражаю неудовлетворение положением дел в Министерстве обороны, поэтому объявляю вам строгий выгод. С таких слов начал сегодняшнее расширенное заседание правительства республики президент Касым Жомар Тукаев. Строгач министр обороны получил после взрывов на арсенале в городе Арысь. Сейчас мы все усилия направили на ликвидацию этих последствий. Грубо говоря, большую часть города разбомбили. Еще несколько недель назад Арысь напоминал город, по центру которого проходит линия фронта. Если я не выжжу, то родители, я вас люблю. Это видео записал лейтенант Исатай Алибаев. 24 июня ровно в 9 часов утра в Арысь загорелась воинская часть. Пламя быстро перекинулось на склад с боеприпасами. Так рвались снаряды. У многих давно истек срок годности. Улицы оказались под перекрестным огнем. В городе с населением почти 45 тысяч человек. Началась паника. Я иду из Арыси. Там взрывы. Нас некому забрать. Все умоляют о помощи. В течение суток жителей вывезли из опасной зоны. К пострадавшим в этот же день прилетел Касым Джомар Токаев. Это чрезвычайная ситуация. Катастрофа. Погибли три человека. Более 400 получили травмы. Как только взрывы стихли, в Арысь вошли саперы. Солдаты с огромным риском обезвреживали неразорвавшиеся снаряды. Дом, в котором живет Кристина Георгяди, находится всего в километре от той самой воинской части. Она вернулась в Арысь одной из первых. Я всех своих просто вывезла и вернулась, потому что здесь техника, детям, компьютеры. Разбомленные дома восстановят за счет государства. Так распорядился президент страны. Ход расследования он держит на личном контроле. Министр обороны с сегодняшним выговором согласился и ответил, что перенос арсенала из казахстанской Арыси планируется завершить до мая 2020 года. Нами подготовлены комплексный детальный план и график. В соответствии с ними потребуется вывезти 28 тысяч тонн боеприпасов. Это около 817 железнодорожных вагонов. По плану вся работа будет завершена до мая 2020 года. Сегодня же президент Токаев поручил главе оборонного ведомства провести детальный анализ всех военных объектов, аналогичным воинской части в Арысе, и отчитаться до 20 августа. Дмитрий Барбыш, Кирилл Харламов, МИР24.